МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы это накерованы и энергичны. Мы протягиваем знакомить с делегатами у Сибиларусского народного схода от Гомельской области. Змены в работе нотариусов. Об всех особенностях поведомила старшиня Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова. Да и поперечивая, в ближайшие дни чекаются моцные снегопады. Водителям необходимо быть особенно уважливыми. А сейчас об этом и иншим больше подробно. На Гомельшине протягивается практика проведения семинаров-практикому для старшиня у районных советов депутатов. Их мета – распространение левших напрацовок во всех сферах. На этот раз основную вагу надали укоронению инвестиций и реализации мясовых инициатив. Место проведения чергового семинара-практикому – Калинковицкий район. Тут, с оправдой, есть, чем поделиться. Первый запланованный для наведывания объект – спортивная детячая юнацкая школа Олимпийского резерву. Один и на Гомельшине установят такого типа, где можно проводить республиканские споборницы по греко-рымской бородьбе. Хоть только офицейными мероприемствами тут не обмяжовываются. По инициативе центра у Калинковича набыли популярность аматорский велоспорт и скандинавская ходьба. А про шатаго по инициативе мясового клуба аматоров хокею праздюшар побудовали хокейную пляцовку. Вогулю с инициативами у Калинковицким районе мясовое насельнство выступает достаточно часто. Музейные экспозиции, памятные знаки, спортивные пляцовки и новые скверы. Сирот мясовых инициатив – так сама организация самозанятости у сельской мясовости. Правда, для активизации этого процесса сегодня необходимо удосконаливать законодавшую базу. Уже на перспективу на будущее. Потому что люди действительно увидели, и при соответствующей информационной работе среди населения сельской местности, они увидели перспективу, что да, можно оформлять ремесленничество, можно оформлять личные подсобные хозяйства. Но я скажу, что более 300 хозяйств было оформлено с временем действия указа. И порядка 170 ремесленников было открыто в сельской местности. Залог поспеху реализации мясовых инициатив – подтримка пропонувал органами улады. Ненавито таким чином у Весы Юровича началось створение музея под открытым небом «Стоянка першобытного человека». Зараз проект знаходится у стады завершения и худка при именоведовольниках. После завершения реконструкции открыться для туристов Юровицкий мужчинский монастыр. В 17-го стагодя тут размещался иезуитский коллегиум, потом будинки передали православной церкве. Непосредственно монастыр знаходится у Юровичах с 1992 года, и в весь этот час тут ведутся ремонтные работы. У тымлика у подвальных помешканьях, які заховываются практически в першопочатковом выгляде, а маль 300 годзи. Пакуль наведывання подземелья туристами заборонено, але гэта – часовая мера. Урешті монастыр повинен стать яшедным духовным центром Гомельшины. Гэтую кропку гледженя подзеляють як проставники светских органов улады, так і церкви. Все, это наше наследие, это история наша, это есть чем гордиться, что называется. Это повод для гордости для Гомельской области в том числе. Можно даже сказать, даже где-то для республики, потому что комплекс очень довольно-таки, ну скажем, шикарный. И, конечно же, сам образ Матери Божией, которая здесь вместе с нами никогда нас не покидала, тоже здесь находится. И поэтому я думаю, что для того, чтобы хотя бы как-то прикоснуться и вдохнуть воздухом вечности, вот это вот самое главное, что может нам дать это место. Основная мета таких семинаров практикому – ознайомление старшиня районных советов депутатов с лепшими напрацовками, які есть у регионах. Не выключено, что некие идеи потом будуть реализованы и у інших мястинах. Правда, у суузи с пандемией коронавирусу летость, сколькость таких семинаров пришлось оскоротить. Але полностью спынять гэты накеронок работы в областном совете депутатов признали немета згодным. Урешті размова идя в инвестициях у будущиню. Надо признать, что инвестиции – это не только сугубо экономическое понятие, что инвестиции любые, куда бы они ни вкладывались – производство, культуру, спорт, здоровье – это инвестиции в будущее, самое главное. Олег Сентяров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Молоді потребен зрозуміли механізм для реалізації своїх ідей і ініціатив. Так ліщить Алексей Зайцев – молодий учонець Гомеля, який обраны делегатом 6-го Усебелорусского народного сходу. З його меркованнями на контмасштабного республіканського форуму ознайомилася Ганна Коральчук. Юн – полный сил, энергии, мета накерованности и конструктивных ідей. Почас учебы в университете Алексей Зайцев был секретаром первички БРСМ, активным удзельником доброохотной народной дружины і молодежного отрада оховы правопарадку. Зараз йон – физик-инженер, юрист і старший викладчик кафедры огульной физики ГДУ имя Франциска Скарыне. У своєму университеті выкладає компьютерну і дзелову графику, основы інформаційних технологій. Першим у Гомеля відкрив для дятей гурток робототехніки і протягує працювать педагогам додатковой адукації у Центра дитячей творчості Советського района. Пять годів запору дзельничав у республіканськім конкурсі 100 ідей для Беларусі. Алексей презентував проєкты по енергозбереженні, екології, медицині, а його распрацювка для агропромыслового комплексу «Хутер Мёбіуса» не толькі перамагла на національному споборніцтві, але й пранесла сребра на міжнародному конкурсі інноваций «Интернет плюс» у Китаї. Усё гэта дозволяє його лічить годным делегатам усі беларускага народного сходу. Я являюсь делегатом от педагогического преподавательського состава ГГУ Мини Франциска Скорини, також, можна сказати, от педагогического состава Центра творчества, де я работаю, і студенческой молодежі в общому. Даже, можна сказати, ідеї і представлення наших більш юних граждан. Це шкільники, учащіся в Центрах творчества. Сейчас видно, що молодежі дуже сильно заінтересовались продвіженням інновационних проєктів, ідей, своїх якісь стартапів, і в цьому важливо їм допомогти. Во-первых, це для того, щоб їх ідеї остались у нас, в нашій країні, і реалізовувалися именно під нашим флагом. Наверно, для мене і для всіх інших важливо це дуже чіткоє інформування о тому, як можна продвинуть свою ідею, як можна получить від государства гранты. К сожалению, на сьогоднішній дні не кожен знає, що можна получати від городських исполнітельних властей различні матеріальні допомоги, також від Белорусського інвестиційного фонда. І важна создати, я навіть не побоюсь цього слова, господарський орган, який буде следити за развитием именно молодежної і політики, і інноваційного розвиття, всячески підтримувати і сохранять ці ідеї, як капітал нашого государства. Дорога, ідея Алексія знайшла своє усаблення. В університеті він відкрив автоматизовану розумну цяпліцю, яку використовує для дослідування на біологічному факультеті. Зараз Алексій допомагає з розпрацовками шкільникам і студентам і рыхтує їх до відзілу у конкурсі «Стоя дай для Беларусі». Хлопець впевнений, важна займаць активну громадянську позіцію, у основі якої ляжить патриотизм, а одзіяння у сучасной молоді залежить будучиня країни. Йон я ще раз переканався ў гэтым літом, під час послання президента Беларусі народу і національному сходу, на яким Алексій присутнічував особиста. Молодіжі січас імеє разлічні можливості показати свої мисли, розказати о них. І є разлічні органі, які можуть регулювати дані обращення і відвічати на ці вапроси. Це і об'єдні організації, це і БРСМ, профсоюзи. Також можна напряму обращаться в городські исполнительні комітети, районні комітети. Ганна Країльчук, Ігор Марышченко, телерадио «Кампанія Гомель». У роботі Натаруса ўсі літа будуть зміны. Підробя зні про їх, розказала старшыня Гомельської обласної національні палаты Маргарита Жорова, яка стала гостей программы «Открытая студія» на Радио Гомель+. С третяго студеню Беларусі вступі ўсілу новы закон об національні, який у приватності дозволяє житявляць сделки з нерухомості у любого Натаруса у незалежності от територіальності. А кріме таго, для оказання нікоторых послуг, нотаруси будуть самостійно виїжджати у сільську місцевость. Удостоверение доверенності, согласі і завіщання тепер з'ято із полномочій дознастних лиц ісполкомів. І тепер к сільському населінню будуть виїжджати нотаріусу. Це, звісно, більш качественна нотаріальна допомога, і юридічна, тому що спеціаліст з юридським образованням буде робити це. Хочу сказати, що є такі случаи, коли треба відложити завершення нотаріального дійства. В законі тепер теж є зміння, відкладывається на 10 рабочих днів, з'явлення подається однократно і тільки в случае обращення в суд, коли треба спорити. Тому всім треба знати, що один раз обратився, і йдеш в суд, і спориш, і восстанавлюєш своє нарушенне права. Але є зміння, качаються новшеств, які будуть робити нотаріуси. Це відмена дарення і відмена доверенності. Коснулися випроса нотаріальна таїна. Тепер на сайті Мілнотарі офіційно будуть розміщатися свідіня о доверенності, не тільки об їх відміні, але і о совершенніх доверенності. Можна проверити наліччя доверенності, там буде указано, хто, нотаріус, де знаходиться. Кроме того, беларусські нотаріуси сьоліта проведуть 5 республіканських акцій по безплатним консультуванні грамадзян і проставників бізнесу. Подобні акції, што год, проводять напередні Дні Державних Святів. Звернутися до любого нотаріуса за безплатній консультації можна 15-го Саковіка, 7-го мая, 2-го ліпіння, 14-го Кастрышніка і 3-го Снежня. Прийому гайтаї дні буде житявляться у відповідності з установленым графікам нотаріальних контор і нотаріальних бюро. Адріси, контактні телефони і актуальні графікі праці можна удокладніть на сайті Беларусській натаріальні палаты у розділі «Знайсті нотаріуса». У суботу 16-го стодзіння знов пройдуть промыть телефонні ліні з проставниками місцевої улады. На питання жахару регіона адкажа керівник справу Гомельського облвыконкама Олена Клішковська. Звернутися до е можна по номеру 33-12-37. У ГТСШ спряма званки буде керівник справу Гомельського Гарвыконкама Алексея Васюченка. Нумар телефона 33-07-62. Промыя і лінія як звішайно працюють з 9 до 12 годин. Перший загад на ахову мяжи дежурства по кухні верны шторхнує сябри. Поповнення солдат-пограничніків прибыло до місця нісіння служби. Разом з імі на самій отдалі на заставі Мазырського погранотрада заступали на службу і наші колеги. Перший загад на ахову державной мяже отримлюється новобранця на пограничній заставі Держинськ. У самій отдалінні подраздеління Мазырського пограничного отрада молоді бойці прибыли після вудшепки. І в ближайші дні під керівництвом офіцерів будуть влучшать тонкості неосіння служби. Офіцерський состав – це той ключове звено, яке формирує колектив, виспитує його і, відповідає в адаптанції новому поповненню. Тому офіцерська робота, вона і заключається в тому, щоб війнослужащі, які прибувають, чували себе добре, свободно і не спитували якісь затруднення. У нас так і принято у пограничніків, що нове поповнення по охрані государственні границі введе перший начальник застави і офіцерський состав. У розкладі молодих пограничніків є дежурства на кухні і теоретичні занятки у класі. Але з нецерпінням я не чекаються на раду на м'яжі. Я шел именно в пограничніків, в інші війська я не хотів. По той причіні, що пограничнікі действительно несуть настоячу службу, вони постоянно выходять на дежурство, вони непосередньо займаються делом, ловять нарушителей, не дають попасть в страну контрабанді или другим, ну просто нелегальним імігрантам і так далі. То есть пограничнікі действительно выполняють важні і поставлені задачі, які укріпляють Республіку Білорусь як економічну, так і політичну составляючу страну. Для хлопців служба на м'яжі гатая ще і выдатная махчымасть отримати спеціальність, визначить свою будучиню. До демобілізації Дзянису засталося нікалькі місяців і домов'ю відправиться кваліфікованым інструкторам-кінологам. Весь час службы побачь, саправдная боєвая саброўка, пригажунь аучарка Ральда. Хоч до армії, признається солдат, собак боявся. Я боюсь собак, с самого детства боялся до армии. Почему я пошел, чтобы побросив страх и чтобы была специальность какая-то, чтобы не просто так в армии служить. Закончил киногичний центр, было распределение. Отправили меня на пергуречну заставу, где дали боєвого товарища Ральду. В обіглася входит тренировка, брать його в наряды, кормить, ухаживать. В подоховой заставы Дзержинск знаходиться омаль-2 десятки кілометр у державной м'яжи. Важная особливость для систой амясцовости – болоты, якими славится Лельчицкий район. Каб участок не став шчыленой для нелегалов, при патруліванні межо використовується болотоход. Великая машина, яка дозволяє пересекати любую багну. Классику пешіе патрулівання так само ніхто не отменяв. Для охраны государственной границы на пограничной заставе предусмотрен комплекс технических средств охраны государственной границы, который, безусловно, помогает реагировать на условия постановки, которые возникают на участке заставы. Особисть участка состоит в том, что большая часть площади территории участка пограничной заставы покрыта болотами. В связи с этим, на вооруженні пограничной заставы находится специальна техника снегоболотоход, которая помогает пограничникам перемещаться по данной местности. Як бачно, на мяжи солдаты не отсеживаються у казармах и навучальних класах, а отримливаються правдный боявый опыт. Нехай у гэты раз затримання нелегала было постановочным, специально отпрацовую для здымочной группы. Можно быть упевненными. Гэты участок беларуско-украинской мяжи был, ёсті будзе, под надейной обороной. Максим Савин, препотрымце телеканала «Мазыр». Комунальные службы краины пераходзесь на узмоцненный режим працы з-за рыцкого похолодання. Моцные морозы чекаются в ближайшие выходные. Задача коммунальных служб – забеспечить бесперабойную подачу тепла, воды, электроэнергии, якосное утримання городских и сельских територий в будущей морозы, распавяли в Министерстве жилёво-коммунальных господарки. В ближайшие дни по країні шыкаются моцные снегопады на особных участках трасс Галалюдица. В связи с этим удаї закликають водителів уличчевать умовы на дворья. Держа аутоинспекція рекомендує аутоаматорам притрымливаться стриманого стылю керування и быть якмага більш уважливыми на дорозі. Про осторожность варто памятать и пешеходам. Гэты інші новини. Информацію о проектах телерату компанії Гомель вы можете знайти на нашому сайте в інтернете по адресі www.tvrgomel.by На цей выпуск завершений. Усяго доброго і до зустрічі в ефірі. Ефір телеканала Белару 4 продолжає де-факто в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнём з дорожной обстановки. Об'їжджал препятствия і совершил лобовое столкновення. В Речицькому районі в ДТП пострадали два человека. 21-летний водитель Део неправильно выбрал скорость при манёвре, выехал на встречную полосу і совершил лобовое столкновення с автомобилем ВАЗ. Це случилось на 121-м кілометре трасси М-10. Невиновний в аварії 67-летний водитель і пассажир Део получили травму і були госпиталізовані. В ГАИ напоминають, що на скользких участках дорог водителям нужно выбирати безпасний стиль вождения. Проглотил смертельну дозу психотропа при задержанні. В Калинковичевському районі сотрудники наркоконтроля і работники містной милиції взялись по личним двух наркодилеров, один із которых решил избавитися от тулики екстремальним способом. По факту, мужчина, в жилке которого оказался пакетик с параметилофедроном, сильно рисковал. Якщо б вещество попало в кровь, фінал для задержанного мог би стать трагическим. Полиэтиленовый сверток извлекли із пациента в больнице. Врач-эндоскопист успешно провів процедуру. В ходе осмотра автомобиля наркодилеров-оперативники обнаружили еще один пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Общий вес наркотика составил более 18 граммов. Возбуждено уголовное дело. В хойниках на пожаре в частном доме мужчина спас соседа, вошел в горящее помещение и вынес пострадавшего на свежий воздух. Прибывшие на место пожара спасатели потушили пламя. Повреждены мебель, стены и пол. Как сообщили в МЧС, пострадавший характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Мужчина госпитализирован. Предполагаемая причина пожара – неосторожность с огнем при курении. Всего на территории Гомельской области за прошедшие сутки было четыре пожара. Большинство из них, по предварительным данным, из-за перекала печей и нарушений правил эксплуатации теплогенерирующих устройств. Так была уничтожена кровля и потолочное перекрытие в кирпичном доме деревни Пионер Гомельского района. Хозяева не пострадали. Пожар произошел накануне вечером. А в Мелешковичах Мозорского района усматривается поджог. В результате пожара пострадал дом и сарай. Но, к счастью, обошлось без травм и человеческих жертв. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. С победами в преддверии Полесского дерби Гомель и Металург праздновали Викторию в очередной игровой день в экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси. Столевары в гостях разделались с Неманом. В первом и третьем периодах соперники обменялись заброшенными шайбами. А вот во втором отличались только гости. Это и стало залогом победного результата. 4-2. За Металург забрасывали Тополь, Соколовский, Соломонов и Журня. В турнирной таблице Металург на пятом месте. Гомель, оставив беззачетных очков главного преследователя, закрепился на третьей строке. Динамо Молодечно пропустило на домашнем льду от рысей 6 шайб. Сами же динамовцы взломали гостевую оборону лишь дважды. В рядах Гомеля отличились Сушко, Супхи, Кудрин, Бовин, Бойко и Войтович. Полесское дерби пройдет 16 января. Принимающая сторона Металург к началу матча в Жлобинском ледовом дворце в 13.00. Предыдущая очная дуэль команды с Гомельской области завершилась в пользу Жлобинчан. 17 января футбольный клуб Гомель проведет первый спарринг игра с Белшиной пройдет в нашем областном центре в крытом футбольном манеже начало в 15.00. Между тем стан зелено-белых покинули Иван Жосткин и Дмитрий Терещенко. Сейчас на просмотре в клубе находятся сразу три нигерийских футболиста. Это Джозефа Каро, Муса Иса и Реймонда Деала. Известное расписание ближайших спаррингов и другого представителя нашего региона высшей лиги футбольного чемпионата Мозырьской Славии. 20 января Мазыряне сыграет с Петриковским шахтером, 23-го с Гомелем, а 30-го с Локомотивом и Спутником. Также Славия представила новичка. Пополнил ряды команды хорошо знакомый гомельским болельщиком Дмитрий Игнатенко. В системе Гомеля игрок провел шесть сезонов. Последний клуб Дмитрий Игнатенко Городея. Контракт со Славией рассчитан на один год. Завтра будет сыгран последний матч первого круга чемпионата Беларуси по мини-футболу. В Гомеле сойдутся финалисты недавно завершившегося розыгрыша Кубка страны ВРЗ Столица. В турнирной таблице команды соседей Менчане на второй позиции Вагоностроители на третьей. Разделяет их всего два очка. Игра пройдет на паркете спорткомплекса Локомотив. Начало в 11.00. Второй круг чемпионата Беларуси по мини-футболу стартует 23 января. Мозырская жемчужина Полесья завтра проведет первый в новом году поединок. В рамках чемпионата страны Мозырянки в Гродно сыграют с местным коммунальником. Дубль жемчужины выступающий в дивизионе Б отправится в гости к Сдюшор волейбольного клуба Минск. Гомельская надежда принимает на своей площадке Оршанскую Катюшу. В первой лиге мужского чемпионата страны Гомельская дерби. В субботу Бомпром встретится с Сдюшор Энергия. Газовик отправится на выезд в Могилев, где сыграет с командой ЦОР Коммунальник. Полпред Гомеля в сильнейшем дивизионе чемпионата страны Энергия ждет в гости столичный строитель. Начало поединка на арене спорткомплекса Локомотив в 16.00. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.